Я тут, я вернулся из Штатов, и там было, так сказать, большим честью по нынешним вертам, 16-го числа. У меня была, значит, презентация фильма, который я сделал, и поэзии в библиотеке Конгресса в Вашингтоне. Это считается там высшей, так сказать, честью. Для меня там из русских поэтов были только Ив Кушенко, Бродский и, по-моему, писатель Сережда Влада. Больше там и таких не было. Но меня предупредили, что вот вы, как ученые, выступаете против глобального потепления. Ради бога, ни слова о глобальном потеплении. У нас, сами понимаете, город увеличена, вот это должна быть политкорректность и прочее, и прочее. Высильно, что город просто финансирует государственную библиотеку Конгресса в Вашингтонах Штатов. Там все демократично, а соотделенность они берут, и пакет пикнули. И, значит, я говорю, это хорошо, ни слова не будет. Дело в том, что, перед этим, в Чикаго дал большое интервью по поводу того, что все глобальное потепление, так же, как свиная гриба, это все афера, так сказать, хорошо продуманная бандитская. Но, не важно. Да я по этому поводу писал песню, а нельзя серьезно не писать речать, да? Я ее там, правда, не пену, но вам писать. Песня о глобальном потеплении. Сейчас. Сейчас. Я прошу прощения. Там что-то меняется, что-то с голосом, да? Нормально? Слышно? Хорошо слышно? Хорошо. Поехали. Первое слово сейчас. Злополучное мое поколение, нам глобальное грозит потепление. Нас пугает гриб свиной, гиплой зоною, уражает нам террою озоную. Нет печальнее народ в этой повести, нас задушит углерод в жарком поясе, нас задушит углерод в жарком поясе, на горах растает лед и на полблюде. За окошкою белянка соротится, выбежит в моря вода, не воротится, все смеют города, затопительно. Не остается следа ни от Питера, нас пугают от утра и до вечера. Но мы, как детвора, все доверчивы. Как нам быть, чтобы не скинули быстро, чеш требуют президенты с министрами. Я креплю ворокерод над эпохою, что озон, что он умер, он все мне пофигу. Не желаю знать о том, что утопну я, не хочу глотать потом водку теплую. Легковерные земли, население, нам глобальные грозит оглупление. Принимаем все всерьез, что не верится, а за окнами мороз и метелится. Легковерные земли, население, нам глобальные грозит оглупление. Принимаем все всерьез, что не верится, а за окнами мороз и метелится. АПЛОДИСМЕНТЫ